Самые скрытые уголки древнеримского города Помпеи стали доступными для посетителей. В течение десятилетия в некоторые зоны достопримечательности не пускали туристов, поскольку они считались слишком хрупкими. Однако теперь, после шестилетней реставрации, археологи представили публике три обновлённых дома. Команда археологов, архитекторов, инженеров, геологов и вулканологов провела более 75 операций по укреплению строений. «44 гектара территории Помпеев теперь безопасны. Если мы будем продолжать в том же духе, то избежим потерь археологического материала. Помпеям в последние десятилетия этого не хватало». Так называемый «дом влюблённых» когда-то был обыкновенным борделем. Это единственное строение в Помпеях, в котором полностью сохранился верхний этаж. На стенах видны фрески, на полу – мозаика. А в доме сада сохранилась комната с изображением деревьев и других растений на стенах. Предполагается, что это была спальня. «Это был дом человека, который занимался торговлей вином. Он, очевидно, был состоятельным и решил украсить свой дом изображениями этих пышных садов». Третье восстановленное здание окрестили «Домом корабля Европа». Он получил такое название благодаря изображению большого грузового судна, на одной из его стен. Предполагается, что на его участке был большой сад, в котором выращивали фасоль, помидоры, кабачки и фрукты. Помпеи были погребены под слоем пепла после извержения Везувия в 79 году н.э. Этот город известен тем, что в нём сохранились полости, в которых когда-то были тела погибших. Они давно превратились в прах, а их посмертные маски из окаменевшего пепла заполнили гипсом. Так появились скульптуры, которые показали людей в момент их гибели. Вместе с помпеями под пеплом, камнями и пирокластическими потоками из Везувия были погребены также города Геркуланом и Стабии. Большой проект по восстановлению помпеев начали в 2014 году. Его частично оплатил ЕС, выделив 75% от необходимых 105 миллионов евро.